Тема вакцинации от коронавируса, как ни парадоксально, разделила российское общество на два противоборствующих лагеря. В одном – те, кто считают, что без вакцинирования как минимум 60% населения нельзя выработать коллективный иммунитет для того, чтобы взять пандемию под контроль. В другом – так называемые ковид-диссиденты, которые озвучивают разнообразные теории заговора. То, что вирус создан искусственно, то, что именно от вакцины умирают люди, и то, что прививка – это чипирование для контроля над человеком. Причем эта дискуссия о Монтеке и Капулете ведется по классическим средневековым шекспировским стандартам. Ну, я думаю, что не стоит этого делать. Почему? Ну, потому что по статистике больше вероятности, что люди помирают из-за вакцины. Каждый должен сам выбирать свое. Хочет он ставить прививку или нет. Лично о себе я хочу сказать – это вакцина. Мы еще не знаем, какой будет результат. Ну, допустим, скажут, всем ставить надо. Поставите? Обязательно. Я вакцинировалась. Когда? Да уже 9 мая. Вторая прививка. Зачем? Я думаю, что это не надо. Ну, как вот силы, заставь меня силой, что это делать. То есть это дело добровольное, да? Да, я считаю, что это дело добровольное. Уже давно общественная дискуссия не проходила настолько жестко. При том, что страна в последние недели ставит рекорды по числу заболевших и умерших от ковида. Но россияне все равно не спешат идти на пункты вакцины-профилактики. Здесь, конечно, недостаточно придется элементарная разъяснительная какая-то работа, в том числе и среди ковид-диссидентов. Могут быть какие-то осложнения. Что нужно сделать, чтобы их избежать? Как люди должны вообще себя вести? Что нужно делать до прививки? Что нужно делать после прививки? Временами разъяснительная работа чиновников от медицины больше напоминает анекдот. Я думаю, и это всем известно, что секс – это очень энергозатратное занятие. Поэтому мы предупреждаем людей, которые вакцинировались, о том, что занятие сексом не рекомендовано после вакцинации. На этом фоне все чаще и чаще муссируются перспективы введения обязательной вакцинации. Но что эта конструкция представляет собой с правовой точки зрения? Каждый человек, в том числе и в соответствии с положениями Конституции, вправе распоряжаться сам своей жизнью и своим здоровьем. Так, как он считает и полагает это нужно. Исключением может стать, к примеру, введение в стране или в отдельном регионе режима чрезвычайного положения. Введение режима ЧАЭС дало бы возможность обязать людей вакцинироваться. Со всеми отсюда вытекающими последствиями, в том числе со всевозможными компенсациями людям, которые в результате этого понесли какие-то убытки, потери ущерб, в том числе частному бизнесу. Но очевидно, что федеральный бюджет не располагает ресурсами для компенсации на случай режима ЧАЭС. Поэтому обязательная вакцинация применяется локально. Мы здесь отработали вместе с Роспотребнадзором. Мы посчитали, какое необходимое количество профессиональных контингентов, которые сегодня подлежат обязательной вакцинации. Мы написали это письмо на имя министра здравоохранения. Чьим мнением по умолчанию можно не интересоваться, если речь идет о противоковидных прививках. Если человек, например, военнослужащий или сотрудник МВД, или сотрудник какой-то иной силовой структуры, то, вступая в ряды силовой структуры, он берет на себя дополнительные обязательства. Под угрозой отстранения, допустим, от службы, без сохранения заработной оплаты. Это может касаться сотрудников всевозможных государственных органов различных. Начиная, допустим, от Росреестра и кончая судами, УФСИН и так далее и тому подобное. Впрочем, поголовная вакцинация – это не изобретение последних недель. В разгар свирепой эпидемии ОСПЭ в 1768 году Екатерина II, первая в Российской империи, сделала прививку не только себе, но и наследнику престола. При Екатерине обязали прививаться крестьян, которые тоже очень не хотели, вплоть до угрозы смертной казни и наказания, их пытались вакцинировать. Впрочем, Россия крепостных, которых без спроса прививали от ОСПЭ, осталась только в учебниках истории. В конце 80-х годов века 20-го, когда страна опять оказалась на стыке эпох, свобода мысли дала и рецидивы вакцины диссидентства. Потому что в средствах массовой информации были очень много побочных действий от прививки, что много осложнений было и массово отказывались. И вот была как раз вспышка дифтерии. Но тоже вот потом, благодаря вакцинации, все-таки у нас сейчас ее нет. Очевидно, что личная свобода выбора не прививаться входит в конфликт с рисками для жизни другого человека. Я привился, да, я не болею. Другой не привился, он как бы беззащитен. А теперь, допустим, момент такой, он, например, заболел, меня заразил, но я не знаю о том, что я болею, бессимптомно болею, но при этом я могу заразить других. Плохо. Антивакцинальные брожения в умах связаны еще и с тем, что одну из российских вакцин ряд экспертов считают неэффективной пустышкой. Но даже если с вакциной вам и повезло, и у вас на какой-то период времени выработались антитела... Сто процентной защиты ни одна вакцина не дает. Для чего она нужна? Она нужна для того, чтобы даже если заболеешь, перенес это в более легкой форме, без осложнений. Итак, мир оказался не готов к ковидной эпидемии. И в гремучей смеси противоречия оказались и сугубо медицинские, и правовые, и гуманитарные вопросы. В сухом остатке прививаться или нет, каждый решает сам для себя. Во всяком случае, до того момента времени, пока в России не будет введен режим чрезвычайной ситуации. Я на сегодняшний день привитая. Но это должно быть добровольно. Я считаю, что мы не скот, чтобы нас заставлять. Если ваши гражданские права нарушены, если вашей жизни и здоровью угрожает опасность, пишите нам. Добавляйтесь в наши группы в социальных сетях, задавайте вопросы и предлагайте темы для сюжетов. Не забудьте поставить лайки и отправить видео друзьям. Возможно, именно сейчас им требуется помощь прецедента. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова